Андрей Закревский с нами на связи, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины. Андрей, здравствуйте. Рад вам, как всегда, в эфире Freedom. Тоже рад вас видеть. Добрый день, коллеги. Андрей, давайте начнем с темы, заинтересован ли в целом Китай в контексте увеличения поставок со стороны Российской Федерации. Ну ведь нельзя, да, чтобы горшочек, как говорится, варил без остановки. Есть определенные ресурсы, есть определенный в целом ресурс. Вот эта граничная высота, до какой Китай может закупать энергоресурс у Российской Федерации, ну а далее, простите, скажем так, уже набрались. Есть ли заинтересованность у Китая и смысл закупать больше энергоресурсов, ну вот в этом контексте газа, спасая таким образом и госкомпанию «Газпром»? Нет, не заинтересован. Более того, китайцы приняли стратегию, они долго ее обрабатывали, и пять лет назад была принята стратегия по сокращению топлива, ископаемого в энергетике и в перерабатывающей промышленности Китая. Сейчас можно точно говорить, что за прошедшие два года войны Китай этой стратегии следует неукоснительно. Мы видели, как каждую весну «Газпром» радовался поставкам газа в Китай, но при этом он очень сильно умолкал в сентябре-октябре месяце. По одной простой причине, что Китай, особо не мудрствуя, не вдаваясь в какие-то политические вещи, просто останавливал силу Сибири на технические ремонты. Это происходило и в 2022 году, и происходило в 2023 году. Я думаю, что то же самое произойдет в 2024 году. И вот эти вот влажные мечты Медведева по поводу того, что мы увеличим до 35 миллиардов кубометров газа, транзит даже через силу Сибирь-1 и так далее, они не отвечают действительности. То есть посредняя температура за год так и оставалась в районе 22,5 миллиардов кубометров газа, полученных от «Газпрома». Правильно понимаю, в целом, чтобы увеличить свое влияние и свое присутствие на рынке Китайской Народной Республики, России нужно, я не знаю, отключить Центральную Азию, которая также поставляет Китаю непосредственно газ, либо попытаться, не знаю, в политическом аспекте как-то надавить, возможно, на эти государства. Если сравнивать, сколько эти страны поставляют в Китай газа и сколько Российской Федерации, более выгодно и в плане цены для Пекина остается какой вариант? Ну, смотрите, «Газпром» на самом деле пытается это делать. Они пытаются делить тот газ, который поступает через Кургеню, Узбекистан и Казахстан. То есть они пытаются там увеличить свои поставки на эти страны. Уже не напрямую на Китай, а попытаться как-то поучаствовать в проектах, которые увеличивают диверсификацию Китая. Но вопрос-то не в этом становится. Вопрос-то становится в том, что самому Китаю это не надо. То есть сам Китай уже принял программу, и он собирается к 2050 году значительно сократить объемы поставок природного газа как такового. И делает он это не через газ, а через уголь. То есть стратегия Китая называется сокращение выбросов с помощью производства водорода, аммиака и метанола. И там производство именно из угля этих трех вещей имеет большое значение. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайший год мы, если с вами продолжим сотрудничать, будем больше с вами разговаривать о аммиаке, метаноле и водороде. И вот сегодня первый раз это прозвучало в вашем эфире. А этим я занимаюсь уже последние шесть лет. И мы увидим такую же самую ситуацию, которая сейчас происходит с бензином, с дизелем. С тем, что оказывается, что в основном все эти нефтеперерабатывающие заводы находятся на территории европейской части России и были заточены под европейский транзит нефти. Есть большие проблемы с тем, что там, где наши дроны достать не могут, то есть за Уралом, нарастить мощности по переработке, там очень быстро не получится. Вот сейчас, я думаю, произойдет точно такая же самая ситуация. То, что Россия может предоставить Газпрому для того, чтобы увеличить их маржинальность, то есть это производство аммиака, метанола, производных удобрений и так далее, так далее, так далее, вот оно все сосредоточено, опять же, на европейской части России, а не сосредоточено там за Уралом, ближе к Китаю. Может быть, Китай и рад был бы получать дополнительное сырье в виде этого метанола и аммиака, но тогда это возникнет противоречие с самой стратегией Китая, которая хочет от того, чтобы производить водород и аммиак и метанол не из покупаемых энергоносителей, а именно из зеленых, то есть с помощью производства зеленого водорода, то есть с помощью электролизеров, и они наращивают вот эту солнечную программу для того, чтобы увеличивать вот это производство с помощью электролизеров. Более того, в прошлом году Китай реализовал один из самых крупных проектов в мире, они первые построили высоковольтную линию постоянного тока от солнечных батарей, они первые построили 400-километровый водородный трубопровод, и возникает такая простая вещь, а зачем им Россия? Там же водород не зеленый, как же они будут потом устанавливать взаимоотношения с Европой или с Америкой, которая берет курс на зеленку? То есть в России, получается, если будет какая-то возможность увеличивать свою маржинальность, то это, опять же, еще раз повторяю, только через европейскую часть. И тут возникает такой простой вопрос, а через какие страны они собираются этот аммиак, метанол просто-напросто транспортировать? Через Украину? Ну, это тогда договоренности должны быть с Украиной. Они уже неоднократно пытались запустить аммиакопровод Тольятти и Одесса, а вот, слава богу, пока мы на это не шли. Хотя есть очень плохие новости по поводу того, что мы снова вложили там 160 миллионов гривен для того, чтобы восстановить этот аммиакопровод. Но это или свидетельство подковерных договоренностей, которые сейчас происходят между Россией и Украиной, то есть зрады, грубо говоря, или это свидетельство о том, что на самом деле уже переговорная какая-то повестка началась. Значит, мы делали все правильно и санкции работают. Услышали вас, Андрей. Еще мнение в контексте «Газпрома». Если подвести не то чтобы итог деятельности этой компании, некогда, напомню ее, да и сейчас-то главный ее девиз – мечты сбываются. Потому что пока мечты «Газпрома» сбыться не могут. За прошлый год, по сообщению вашей коллеги, так в принципе об этом говорят даже официальные источники российские, убыток «Газпрома» составил 7 миллиардов долларов, если мне память не изменяет. Логично предположить, что когда государственная компания, такая настолько крупная, приносит лишь убытки самому государству, ее нужно либо ликвидировать, либо определенным образом расформировать что ли на более мелкие компании, ну то есть каким-то образом провести реформацию этой самой государственной компании. Как вы видите, как в целом Россия может спасти этот «Газпром» и в целом почему так держится за настолько крупную компанию? – «Газпром» уже не спасет ничто. То, что мы видим 27%, это на самом деле произошло год назад, а мы только сегодня это увидели, и я об этом уже говорил вам. В следующем году, я думаю, что мы увидим то, что я говорил полгода назад, это 40% падения добычи у «Газпрома». «Газпром» ничего не спасет. – Да, Андрей, спасибо вам за комментарий, да, вижу, но мы, тем не менее, в эфирах «Фридом» еще увидимся с вами, спасибо за ваши прогнозы, которые чаще всего сбываются, скажу так. Таким образом, Андрей Закревский был с нами на связи, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова